Было ли у вас чувство, что занимаясь любимым делом, вы перегорели? В последнее время оно меня очень часто преследует в МТА. Я 4 года потратил, играя на разных проектах, таких как CCD, Смотра, Радмир. Уже, кажется, наигрался, купил всё, что хотел, заработал много денег, но хочется чего-то нового. Посидев немного на просторах интернета, я нашёл такой проект, как Дева. Поэтому сегодня мы начинаем свой путь именно на нём. Привет, друг, с тобой Эван. Как ты понял из начала ролика, я надеюсь, тебе оно понравилось. Мы начинаем играть на сервере Дева Проджект. Ссылочка на сервер, на группу и IP будет в описании ролика. Также хотел сказать, что вы обязательно вводили мой промокод большими буквами Эван. А какие бонусы он даёт, посмотрите дальше в ролике. Но я вас не обижу. Также хотел сказать, что в этом ролике будет конкурс на 3 приставых места. Так что досматривай ролик до конца, чтобы не пропустить. Ну что, хорош ля-ля, погнали. Я надеюсь, это не громко, но... Но, но... Я зашёл на этот сервер. Нажмите на любого персонажа для выбора. Я, конечно, ничего не вижу, но смотрите, насколько прикольно реализован... Нормально. Менюшка для регистрации. Например, мы вписали свой ник. Ну, персонажа я не выбираю, например. Нажимаем продолжить. Может, у меня просто тупо не прогрузился. Понимаю. Ты попал в мир крутых тачек. Больше денег без зиничных возможностей. Здесь всё держится на очень простом праве. С ней тот, кто богаче. Сейчас расскажу, какие шаги ты должен пройти перед тем, как придёт успех. Хороший, Enter, продолжить. Bookspace, пропустить, продолжить. Для начала света тебе получить права в то школе, чтобы управлять машиной. Затем отправляйся подзаработать денег на первое время. С их помощью ты купишь свой первый автомобиль. На сервере есть предприятие. Это самая подходящая тебе работа в начале игры. Там ты будешь получать частые задания, а также прокачиваясь его заработка. Работы раздели три типа. Первый тип начальный, на них можешь попасть даже новичок, но маленькие зарплаты заставляют тебе идти дальше по карьерной лестнице. Список начальных работ. Грузчик, маршрутчик, курьер, Uber. Второй тип это работа среднего класса. Здесь можешь заработать неплохие деньги, но стоит помнить, что это не потолок. Второй уровень это подгрузчик, маршрутчик, курьер, Яндекс.Такси. А, Uber значит на первом, понимаю. Третий тип профессиональной работы. Здесь нужен опыт работы и игровой стаж. Логист, маршрутчик, карьер, Уилли, это тоже какое-то такси. Для рабочих, перевозчиков, автоугонщиков. А по мере того, как ты будешь работать, советую менять машины в автосалонах. Junior, Middle, Elite. Во-первых, это статус. Во-вторых, новые авто позволяет тебе заработать больше денег. Ненужный автомобиль ты можешь продать на автомобильную разборку или другим игрокам через обменник в Сан-Фьерро. Теперь есть настройки графики. Чтобы открыть окно настроек, нажми в фоди настройки графика. На слабых компьютерах можешь сильно упасть в опазе за максимальной графики. Я рассказал тебе все основы, чтобы ты смог начать играть. Теперь предлагаю начать обучение. Пройдя его, ты получишь множество новых знаний. И сюрприз в конце. Ну что, готов? Давай, готов. Начнем с игрового управления. Это понятно. Левый прыжок, бег, да. Игровая валюта. Ой, игровая карта. Управление транспортом. Меню быстрого доступа. Открыть чат. Остальные полезные. F2. Твоё первое задание достаточно просто. Следуй указательные, которые будут поочередно появляться на карте. F4. Повторить. Подожди, это Тревор. Ничего себе. Повторить задание из обучения. Вы активировали промокод DEVAL. И всего нужно разбираться. Давайте я расскажу сразу первое впечатление. То, что у меня не прогрузилось, это понятно. А вон туда нужно бежать. Короче, что я хочу сказать. Блин, здесь столько всего. Столько всяких новых кнопок. Что я хочу сказать, что у меня не прогрузилось. И меня по классике выбросало на ферму. Поэтому, я думаю, мне нужно перезайти, чтобы уже дальше разбираться. Так что, давайте перезайдем. Так, место выхода. Место появления всех игроков. Вот мне вот сюда надо. Всё. Приступим к обучению. Всё, я-то уже три раза читал. Хватит. А, пропасть. А, ладно. Окей. Хотя это не приз. Пусть будет приз. Ох, ебать. Значит, сюда нам надо было прибежать. А, вот по меткам нам надо было двигаться. Ну, окей. А в чём прикол по меткам двигаться, если мы могли взять мопед? Куда эти метки ведут? В лес? Сюда как-то? А, типа показывает нам, как прыгать или чё? Я не понимаю. Либо как бегать. Оровень обучения пройден. Окей. Неплохо у тебя получается. Окей. Это, типа, меня учили в сам поиграть. Ой, говорю, в сам по МТА играть. GTA San Andreas. Тебя уже ждёт стартовый мопед. Подходи к указателю с арендой скутеров и забирай свою лайбу. Ламбу, может, ты хотел сказать или лайбу? Я бы от ламбы не отказался. Так, значит, F. Арендовать мопед, скутер. Уровень обучения пройден. Так, 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 так. Поарендовали. Поздравляясь с первым транспортом на территории спауна, ты не можешь воспользоваться автомобилем. Поэтому отойди немного подачи, нажми F3, респаун. Неподалёку отсюда есть автошкола. Двигайся к ней. Пора получать права на вождение легкового автомобиля. Подъедь к автошколе и приобрети права категории B. Приобрети, знаешь, права категории B. Ага. Знаешь что? Блин, столько всего. Что там, повторить задание из обучения. Да понял я, понял. F3, стартовый мопед. С номером, конечно, не повезло. Спауним. Ну, мопед, как мопед, запустить. Так, автошкола, там где всегда. Дева автошкола. Ну, погнали, что. Это какая-то закусочная. Купить права категории B. Подсказка. Ну, я понял, что мне нужно, как бы, категория B. F, открытие ткно. 3,5 тысячи долларов. Значит, вся нас валюта в доллар. Окей, приобрести. Серьезно? Нам даже сдавать ничего не надо? Ты почти этого купить пошла. Ну, понимаю, жизненный бы так. Сперва тебе нужно заработать деньги. На карте я отметил тебе место, где находится хорошая работа для новичков. В принципе, работа несложная. Берешь ящики и относишься. Ну, это понятно, да. Отправься туда, встраивайся на работу и заработай минимум 500 долларов. Минимум 500 долларов. Ё-моё. Двигайся по указателю. Сколько нам ехать? 900 метров. Это куда? Ага, это сюда. Ну, погнали, что. Ну, что, приехали мы на завод по стрелочкам. Ага, вот сюда мы приехали. Грузовая компания. Окей, нам говорят... Ну, я приехал на точку, что ты хочешь? Нам говорят заработать минимум 500 долларов. Знаешь, что? Отнеси 50 ящиков на разгрузке металла, чтобы получить 5000 долларов. Ага. Обновится это задание через один день. Ну, через два дня, можно считать. Подожди, я хочу еще посмотреть. Уровень первый, уровень второй, уровень третий. Заработаем всего. Время на предприятии. Вы пони заданий. Ну, давай грузчик, окей. Я думаю, это будет очень долго. Давайте один чисто перенесем. Вот цемент, например, вот сюда мы забегаем. Возьмите груз. Это F нажать, да? Ну, взять груз. Все, взял. И несем внутрь. Что-то мне напоминает. Это, если честно, сам где-то 1000-2012 год. Кстати, 50 долларов. Не так уж долго нам нужно работать. Десять раз сюда, туда сделать. Все, и нормально. Погнали. А, ищут цемент с разных точек. Понимаю, понимаю. Все. Мы выполнили все задания. Мы заработали 500 долларов. Знаешь что? Нам теперь нужно как бы уволиться из работы. За две минуты я заработал 548 бачей. Текущая работа. Грусь, так, окей. Продолжить. Все. Я выполнил. Вы получили уровень обучения. Пройдет. Окей. Что там дальше по обучению? О, отлично. Самое время для автосалона. Ну, да. Заработал 500 бачей. Можно жигу пойти где-то взять. Кстати, сперва загляни в банкомат. На твой счет должны были поступить деньги. Это награда за пройденную твой часть обучения. Банкомат отмечен на карте. Направляйся к нему. Обналичь все свои деньги. Со своего банковского счета. Окей. Погнали. Так. Очень интересно, сколько нам бабок-то дадут. Ну, вот банкомат. Ф. Открыть банкомат. Пять тысяч. Да, нормально. А пополнить логин? Это что, донат или что такое? Короче, вы выводим пять тысяч. Пять тысяч. Вывести. Все. Да. Значит, есть у нас здесь штрафы. Оплачивать можно. Вклады. Вы можете использовать сберегальный счет, чтобы сохранить и порвнуть свой капитал. Видите? Сумму вывести. Пополнить. Дневной рост от 0,8% до 1,2% для голд. И для босса 1,5%. Это, я так понимаю, у нас VIP-ки какие-то. Вот. И история есть. История, кстати, классная. Можно будет потом посмотреть, на что ты бабки тратил. Теперь у тебя достаточно денег. Отважайся в ближайший автосалон. Пришло время садиться за руль. Автосалон, если на карте едь к нему и покупай любую машину, которую ты выберешь. А, я так понимаю, этот автосалон, он прям здесь, да. Получается, у нас стартовый город. И город, где происходит все обучение для новичков, это Сан-Фьерро. А другие города, это уже более для продвинутых игроков. Узнаем, что LS, там самые дорогие автомобили. Салон выглядит, кстати, очень симпатично. Это не салон, а какая-то киностудия, если честно. Вот смотри, заходим. Так прям вообще офигенно. Или это просто тачку свою фоткать. А, это, наверное, мы здесь сейчас будем просматривать тачку. Она здесь будет. Знаешь что, F, зайти к дилеру. А, нет, не угадал. Шкока, 4500 за шестерку. Серьезно, получается, все мои бабки, ну, почти все за шестерку. Или D-Coin. Ну, D-Coin, так понимаете, донат. Скорость 140 километров. Объем бака 42 литра. 0,3 литра расход. Кстати, первый серый, где расход пишется. Как ни странно. Знаешь, можно купить на газу, либо на бензине. Кстати, эта фишка я нигде еще не видел, чтобы так реализовывали. То есть, на газу на 900 долларов дороже выходит. Да. Но, какие плюсы? Дешевая заправка уменьшает максимальную скорость. На бензине так. Окей. Я еще видел, что можно взять на дизеле тачку. Например, вот, E34. Я могу взять дизельную. Она расход топлива в два раза меньше. Нет выбора топлива на заправке. Не уменьшает. Короче, топлива в два раза меньше стоит. Но за это, конечно, вообще заплатить 2000 надо. Ну, так говорить, у тебя что, E34? У тебя E34 на дизеле. Не, ну, прикольно звучит. На газу еще дешевая заправка. Ну, газ это говно. Она уменьшает максимальную скорость. Короче, пацаны, я пошел собирать деньги. Расход в два раза меньше. Да, пофиг на этот расход. Блин, за 2000. Короче, мне нужно еще 4500. Поэтому я пошел зарабатывать на E34. Так, наборыжила немножечко 5000. А, взойти. И покупаем нашу первую тачку. Это BMW M5 E34. Наличными 415 500. 500 долларов нам. Выберите номерной знак. Серьезно? Подожди. Отмена. А если вот так? Еще раз черный. Наличными. Ага, я думал, вдруг вот эти выпадают. Стоимость одной замены номера. А, то есть, нам он уже выпал. И больше никак. Угу. Выберите номерный знак регион. Давай 70... Зачем 71? 277. Блин. Я понял. Выберите одной замены. Короче, если мы будем крутить номер вот этот, то надо платить по косарю. Так как у меня косаря нет. Если бы я был немножечко богаче, я бы покрутил. Да. Да. И нам выдадут именно этот номер, да. Поздравляю с покупкой. Теперь автомобиль нужно заправить. Спасибо. М-м-м. Я M5 E34. Что там? В8, да? Я задолблюсь его заправлять. Ага. Значит, следующее задание. Это заправочка. То есть, нам надо выбежать отсюда. Нафиг, чтобы я смог заправить тачку. F3. Да, все-таки этот, как бы, и номер выпал. Классно, что можно выбрать свой регион. А вот такая вот M5 E34. Такие вот хромовые пороги. Интересно открывается ли люк вот это все. Блин, столько всего интересного. Сразу она широкая, рестайлинговая получается. И нам нужно заехать вниз. Я надеюсь, здесь не всякие стейджи. Не нужно покупать это ИТП. Потому что, если надо будет это все покупать, то сейчас, в общем, большой минус. Заправочка. Так, еще заправку не хватало взорвать. F, открыть окно. Окей. 92. Нам, короче, зажать надо. Окей. Сколько, сколько? 20 долларов? Ебать. Чувствую, пацаны, дизель. Главное, не нажать слить топливо, случайно. Чувствую, нам реально нужно покупать 24, 31 и 39. Я не знаю, влияет ли это на скорость или нет. Можете написать в комментариях. Чувствую, надо было покупать реальный дизель. Потому что это капец как дорого. Итак, теперь у тебя есть средства передвижения на первое время. Поэтому предлагаю знакомиться с игровой картой, чтобы было проще ориентироваться в процессе. Окей. Кстати, полезная подсказка F11. Я понял. На карте будут создаваться метки, следует за ними на своей машине. Да, вагон store. Это магазин оружия, здесь можешь хорошо закупить. А, мы просто по карте ездим. Я понял. Так, мы приехали в службу доставки еды. Я так понимаю, тоже какая-то новая работа. Это предприятие службы доставки. Здесь можно устроиться курьером. Работа доступна новичкам. Здесь есть уровень прокачки. Сначала ты работаешь на скутере, потом на арендованном, либо личном авто. Кстати, доставка на личном авто. Такого я не видел. Такси Uber. Ага. Это служба Uber. Твоя карьера в такси начинается именно отсюда. Только потом ты пересядешь в индекс такси, либо в вилле, когда получишь карьерный рост. Uber, ты выполняешь ежедневные планы и получаешь за это дополнительный бонус. Окей. То есть лучше всего на каждой работе выполнять какое-то ежедневное задание, чтобы получать еще больше денег. Оплата штрафов. Здесь ты можешь оплатить штрафы. Из-за неаккуратной езды тебя могут поймать камеры, контрольная скорость, и на твой аккаунт берешь штраф. Если ты не будешь оплачивать штрафы, тебе могут быть заблокированы разные игровые функции, обменник, т.д. и т.п. Окей, еще нам нужно куда-то ехать. Короче, да. Заправил баг, сейчас будем кататься. Зона отдыха. Кстати, здесь заменены дома. Вернее, здесь большой дом универ. Офигеть, здесь дома. Это бизнес-зона отдыха. Здесь ты можешь выкупить дом, который постоянно селится за туристы, на ничем и будет построена вся прибыль. За порядком в доме нужно хорошо следить, иначе все туристы просто перестанут заселяться в твой дом. Это что, симс какой-то? Вот здесь уже начинает лагать. Вот здесь прям очень плохо. Прям очень плохо. Потому что это ЕКХ площадка. А, окей, ОСГУ сразу слышно. Это смотровая площадка ЕКХ. Здесь люди показывают свои имущества и занимаются купли-продажей машин. Даже на территории площадки есть салон по установке номерных знаков на авто и заправочная станция. Окей, еще куда-то ехать. Да, ну нафиг. Следуйте в Лос-Антос. Еще в Лос-Антосе. Знаешь что, пацаны, так как в Лос-Антосе, мне кажется, будет тоже очень много движухи, мы посмотрим это в следующей серии. А в этой серии мы посмотрим еще HUD, который здесь присутствует, все менюшки. Знаешь что? По классике давайте пройдемся по F-панелям. Значит, F1 открываем. Здесь открывается просто мега-большая панель. Внизу можно ввести промокод на какой-то бонус. Я ввел бонус-код HAPPY на 10 часов. Также, если вы хотите посмотреть, какие здесь бонусные коды есть, вы можете нажать F2, зайти в обновление. Вот здесь всегда фишется промокоды. Вот, отыграв 10 часов с промокодом HAPPY, ты получишь кейс Лос-Анто, VIP-бонус на 3 дня и снегомет. Знаешь что? Слева моя статистика. Сколько всего в дрифте? Какие-то билеты ты покупал? ЗП на работах все время и всего, сколько ты купил машин. Ну, это с учетом мопеда. Мои игровой аккаунты. Игровой стаж у меня 1 час, активность 79%. Соотношение чего отыгранного времени к периоду с момента регистрации. Значит, нормально. Мои доступные нашивки. Это что такое вообще? Нет, давайте это позже посмотрим. Здесь столько всего. Мои состояния. Мой автопарк, мой статус, сумма в деньгах, в бизнесах, наличные, в банке, на машинах. Ага, это за сколько я тачки покупал? Окей. Основные действия. Создать объявления, передать деньги, изменить никнейм, изменить цвет ника, совершить суицид. Ну и здесь бонус-код. Окей, вверху это никнейм наш, логин, нашивка. Это позже посмотрим базовые аккаунты, так понимаю, это випка какая-то. Первый магазин, бонусы за друзей, игровое обучение. Так, второе. Это награды. То есть, ежедневные бонусы, подарочные коробки. Это игра на сервер, чтобы получить сюрприз. То есть, нам нужно отыграть 2 часа, вроде 2 часа, чтобы получить какую-то серебряную коробку. Хотя, наверное, больше, чем 2 часа. Мне кажется, 2 с половиной, а то 3 часа. Потому что нахожусь уже на сервер достаточно много. А золотую коробку, у меня осталось 4 часа. И алмазная коробка. Чего это за коробки, что они тебе, если честно, пока что не знаю. Ежедневные задания, то есть, у тебя есть 3 ежедневных задания. То есть, если мы посетим работу дальнобойщика, и посетим работу автоугонщика, она будет 2 тысячи. Здесь есть также достижения. То есть, автошкола мы прошли, 2 тысячи насыпали. Юниор прошли, 3 тысячи насыпали. Пройти обучение мы еще с вами не прошли. Поставить надежный пароль, 3 тысячи. Отыграть 100 часов, кейс дают. Отыграть 50 часов, убить 1000 игроков, ну такое. Отыграть 30 тысяч часов, отыграть 10 часов. Заработать 300 тысяч долларов водителям филобуса 3-го веб-бонус 1-день. Одно бесплатное ТО. В смысле, здесь еще ТО нужно проходить? Блин. Подводить страничку ВК 5000, снеговиков. Зайти в игру 14 дней подряд, но это вообще дичь, это легко. Короче, здесь очень много, очень много достижений. Вот, мы, в принципе, их долистали. Можно сразу зайти, если вы только начинаете играть на сервере. Можно ввести сразу, поставить надежный пароль, 3 тысячи долларов. И, че тут еще можно? И привязать страничку ВК. И можно 8 тысяч просто на ровном месте заработать. Кейса, я так понимаю, за донат. То есть, отыграв 10 часов, которую промокод я вам сказал, вы можете выловить одну из этих тачек. Приколы выбивает Дива. Также стартер, там дают всякие джеты, не джеты, кстати, октавии. Также, пацаны, как я и говорил в начале, если вы еще не ввели никакой промокод при регистрации, ну тогда заходим в вкладку бонусы за друзей. И вот здесь у вас будет менюшка, введите реферальный код. Вводим большими буквами EVON. И у вас будет доступна вот такая вот шкала с призами. То есть, за отыгранных 2 часа, ты можешь получить VIP Gold на 1 день. За отыгранных 5 часов, ты можешь получить 10 тысяч. За 10 часов, ты можешь получить VIP BOSS на 3 дня. За 50 часов, ты получишь 40 тысяч долларов. А за 100 часов, если ты отыграешь в этом сервере, ты получишь BMW M4 и винил. Я думаю, промокодик ТОП, так что вводи его, не забывай. Специально для вас, я выпросил у администрации немножечко денег. И после каждой серии, мы будем проводить какой-то конкурс. Сегодня, в честь первой серии, мы проведем конкурс на целых 30 тысяч долларов. 3 места по 10 тысяч долларов. Все, что тебе нужно сделать, это подписаться на канал, поставить лайк данному ролику и написать любой комментарий с твоим ID ВКонтакте. И уже в следующей серии мы выберем победителя и вручим им приз. Поэтому участвуй. Ну, в принципе, пацаны, на этом все. Вот такая вот первая серия вышла по Дево Проджекту. Пиши обязательно в комментариях, играешь ты уже на нем или нет. Мне, если честно, вот я час поиграл, я даже не увидел, как он прошел. Мне очень понравилось. Пиши в комментариях, что ты успел уже купить, а что нет. Поставь лайк, помоги продвинуть этот ролик в топ. Не забывай про подписку на канал. И наши цели 3,5 тысячи подписчиков к Новому году. Всем большое спасибо. Участвую в конкурсе. Ну, у меня на этом все. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.